Уважаемые друзья, здравствуйте! Природой создано очень много разных культур, растений, полезных, которые отличаются по вкусу, аромату, по содержанию различных биологических компонентов, минеральных солей, отличаются по окраске цветков, по способу их применению. Одной из таких культур является календула лекарственная. Эту культуру еще с XII века используют как лекарственные растения, а 1540 года как декоративное садовое растение. Их используют для украшения бордюров, клумбов, рабгаток, используют также для выгонок в зимний период, есть сорта для срезки. Так что все сорта календулы отличаются по размеру цветка, по их степени махровости. Кроме всего этого, календула лекарственная – это прекрасное лекарственное растение, которое используется почти во всех странах мира. Календула – это однолетнее растение, достигает высоту с 50 до 70 сантиметров, в зависимости от агротехники выращивания, густоты и состояния растения. Сильно ветвистый, на одном растении формируется 10, 20 до 30 побегов, и на каждом побеге формируется цветок. Календулу, как правило, сеют прямо в грунт. Использование подзимного посева в ноябре месяце дает очень хорошие результаты. Очень рано весной появляются всходы, и растение пышно цветет и формирует красивые цветоносы. Календула – очень светолюбивое растение, поэтому при выборе места необходимо использовать самое солнечное место, чтобы растения достигли самую максимальную окраску. Растение морозостойкое, и растение выдерживает мороза до минус 5 градусов. Довольно неприхотливое растение, обычно даже хорошо растет в неплодородных землях, но довольно засухоустойчивое растение, но при этом необходимо иметь в виду, что при нехватке влаги сроки цветения растений уменьшаются, и цветки получаются мелкими. Поэтому требуется регулярный полив. Используют различные способы выращивания. Это прямым посевом семян в грунт, это первая декада мая. Можно использовать и рассадный способ, при этом семена на рассаду сеять в середине апреля, с высадкой взрослых растений уже в середине мая. Такой способ увеличивает период цветения календулы. При посеве в середине мая семена обычно прорастают через 4-7 суток, естественно, при оптимальной температуре грунта. Как при посеве семенами в грунт, так и при осадном способе оптимальная густота стояния растений 20-30 сантиметров между растениями в ряду и 60-70 сантиметров между рядами. При такой густоте посадки растения растут и развиваются оптимально. Цветение обычно у различных сортов календулы начинается обычно через 35-45 суток после всходов и продолжается почти 50 суток. Естественно, при соблюдении агротехники срок цветения увеличивается, так как появляются многочисленные боковые побеги и на каждом боковом побеге 2-3-4 порядков также формируются соцветия и они цветут. Поэтому соблюдение агротехники – это залог продолжительного цветения растений календулы. В условиях средней полосы России растения календулы обычно начинают цвести в середине июня и продолжаются до заморозков. В принципе, даже успевает созревать семена, что обеспечивает самосев. Из осыпавшихся семян начинают вырастать новые растения – календулы. Поэтому это также необходимо учитывать при размещении посевов календулы на своем огороде. Из осыпавшихся семян получаются также нормальные растения. Их можно использовать, пересаживать и также создавать новые плантации. Кроме того, для всех сортов календулы характерна изменчивость как окраски, так и махровости цветков даже внутри одного растения. И сорта отличаются также, как уже заметили, по окраске. Бывают абрикосовые, желтые, оранжево-желтые. Что касается применения цветков календулы, это ценное лекарственное растение. Во многих странах цветки календулы используют для подкрашивания различных блюд – мясных, рыбных, овощных. Цветочные корзины календулы сушат и добавляют в различные прохладительные напитки. Кроме того, их используют при приготовлении различных соусов, для подкрашивания, а также для придания хорошего вкуса. Кроме цветков используют также молодые листья календулы. Их добавляют в различные салаты. Также дают приятный ароматный вкус. Корни и листья календулы выделяют фитонцидов, которые обеззараживают почву от грибковых заболеваний. Поэтому высаживать календулы рядом с другими растениями также полезно, так как очищает почву от грибковых заболеваний. И в следующем году на этих местах можно высаживать другие овощные культуры. И самое главное, в какой же фазе роста развития календулы рекомендуется их собирать. В принципе, собирать можно со времен цветения, с конца июня и до заморозков. Поэтому оптимальное время сбора цветков календулы – это жаркие солнечные дни, часов в 11-12. И в это время обычно цветки полностью раскрыты. И содержание в них биологически активных компонентов достигает максимального уровня. Собранные цветки календулы необходимо сушить в тенистой местности, в хорошо проветриваемом месте. Прямые солнечные лучи не рекомендуется. И в связи с тем, что довольно толстый стебель, и чтобы получить равномерное высыхание, необходимо отделить лепестки от корзинки. И таким образом, отделяя лепестки, мы можем сушить лепестки и получить однородный качественный материал. Если постараться сушить лепестки вместе с корзиной, тогда одна часть будет высыхать, а другая часть еще влажная будет, то, что не рекомендуется. И после того, как просушили до нормального состояния лепестков, естественно, хранить надо в темном месте, в сухой, закрытой посуде. Так что, уважаемые друзья, выращивайте на своем огороде календулы лекарственные. Это полезное, поливитаминное, цветочное, декоративное, можно сказать, лекарственное растение. И кроме того, этого можно использовать календулу как овощное растение. Именно молодые листья использовать в качестве зелени для приготовления различных салатов. Кроме того, календула обеззараживает почвы. Тоже очень актуальная тема в наших огородах. Уважаемые друзья, подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие фильмы. Удачного вам урожая, уважаемые друзья! Субтитры создавал DimaTorzok